Всем привет на канале Юлия Суккулентношная. Сегодня у нас такой промежуточный обзорчик по монстере. Влезла в общем я посмотреть. Дела, конечно, не очень хорошо идут. Конечно, прогресс некоторые есть, но есть и проблемы в плане загнивания вот этих вот мест. Возможно, дело именно в жаре, потому что срезом я давала подсохнуть перед тем, как помещать их в мох. Но видно, что здесь зарождается корешок. Поэтому сейчас вот это вот все хозяйство я буду срезать и обрабатывать фунгицидом. Так, смотрим дальше. Опа! Здесь, кстати, все вполне неплохо. Конечно, вот этот вот корень воздушный, который когда-то был, он отгнил. Я вот не пойму, что это. То ли корешок, то ли... Это вот лист 100%, а там... Может, и что-то еще. Конечно, надо было чуть пораньше полить. Но я просто подсушила немножко мох, чтобы было удобнее всю эту бяку срезать. Здесь вот тоже образовался побег. Но корни, которые, кстати говоря, я почему-то решила оставить, они что-то подгнили. Сейчас я тоже все буду срезать. Так, купушим все купы. О, тут вообще все плохо. Ой, фу, там черное. Ой, фу, блинский. В общем, пока не очень дела идут у меня. Здесь толком без изменений. Опять же, чернуха. Здесь вот вообще полная чернь. Это все можно утилизировать. Так, большой череночек. Вот здесь корешочки пошли. Не фокусируются, которые... Также вот здесь вот что-то лезет. Опять же, все вот эти черные части сейчас я буду срезать. Этот вот кусок в целом нормально, но и ничего хорошего. Блин, что-то я все отнюю, всю руку показываю. Так, здесь тоже вот надо кусочек этот обрезать, наверное. И вот с этой стороны тоже. Ну, вот этот, я думаю, можно выбрасывать, потому что загнивание пошло уже... затрагивая междоузли. Поэтому из такого вот куска стебля ничего не вырастет. Ну, и там еще тоже черненький. Короче, плохо дела у нас с Монстерой. Вот. В общем, все, что осталось. Все-таки я грешу на жару, потому что очень жарко в теплице жаровня. Хоть стоит это все под столом. Там попрохладнее, но все же, может быть, это как-то повлияло. В общем, хотела я вернуться после первого видео через недельку, но получилось позже, потому что, ну, даже вот такой вот стремненький результат не потребовал куда больше времени. Что ж, займусь обработкой и буду закладывать все обратно мухом. Встретимся еще чуть позже. Надеюсь, уже с хорошими новостями.